Приветствую всех зрителей! Сегодня небольшой рассказ про то, от чего зависит сутулость. На эту тему есть различные в народе заблуждения и, соответственно, оттуда идут неправильные советы. Я расскажу, как оно есть в большинстве случаев, в том числе на собственном примере, так как раньше был очень сутулый. Так вот, для начала, сутулость часто зависит от эмоционального состояния и от привычек человека. Что значит от эмоционального состояния? Если человек в депрессии, если он угнетен, у него падает общий тонус, и в том числе это проявляется в том, что человек сутулится. Обвисают плечи, наклоняется голова, и человек ходит вот такой сутулевшийся. Второй момент – это привычки. Например, привычка ходить, смотреть вниз. Так, ходит человек и смотрит все время вниз, вот так под ноги. Есть такие люди. Думаю, замечали, да? Соответственно, если человек голову опускает вниз, то рефлекторно тянутся плечи, рефлекторно он ходит сутулевшийся. Опять же, здесь не нужно никакого лечения, никакого тренажерного зала. Нужно выработать привычку смотреть перед собой и не ходить, нагнув голову. Иногда бывает, например, двое друзей, один высокий, другой маленький. Этот высокий все время ходит к тому маленькому, нагибается, нагибается, все тянется к нему при разговоре. Все. Опять же, привычка и человек сутулевшийся. Человек сутулевшийся. Опять же, здесь не нужно ни спецлечения, ни тренировки, ни ничего. Вообще, при сутулости, сутулость это не есть искривление позвоночника. Это надо отличать. Это не есть кифоз, кифоскалиоз. Это просто такое положение тела. Человек может выпрямиться, он спокойно может ровненько стать, никаких искривлений у него при этом не будет. Но ходит вот так, ходит в таком положении. При том, что сам позвоночник здоров. Ну, а есть такие люди, что и настроение у них нормальное, так они не в нормальном тонусе, а так в настроении. И привычки нагибаться никуда нет. Все время ходят вот такие, плечи обвисшие, грудная клетка такая вот полусогнутая. Все время вот так и сидят, и ходят. И, казалось бы, почему? Давайте некоторые еще моменты обсудим. Например, в народе часто говорят, это есть такая мысль, что ты побольше виси на турнике. Вот, мол, будешь висеть на турнике, будешь вытягиваться, позвоночник у тебя будет вытягиваться, будет становиться ровненьким. Вот, и у тебя пропадет стулость. Вот, я с детства на турнике висел очень много. Это мое любимое было занятие, турничок. Так много. Там 15 подъем-париворотов мог сделать. Там, помню, 5 выходов на 2, так, на одном дыхании мог сделать. Вот, и потом, если еще на 1, то там до десятка. Ну, много. Мог подтягиваться где-то раз 20, так почти или... И через пару лет в институте уже подтягивался на одной руке полностью. Вот, и много подтягивался, много висел, но все время был сутулый. Так что уже этот совет выглядит легендой, а не реальностью. Но почему? Давайте просто осознавать, что позвоночник, который вытянутый, который висячий, так, или лежачий, расслабленный позвоночник, на который не давит вес рук, плечей, головы, так, это одна ситуация, когда он расслабленный, так. А когда человек встает и на позвоночник ложится нагрузка, это уже совсем другая ситуация. И вся динамика позвоночника изменяется. Когда человек лежит и очень хорошо расслаблен, или, например, мертв, так, то у него позвоночник вообще становится практически прямым. Вот, все изгибы, которые в норме есть, он становится практически прямым. Так, как известно пословица «Корбатого могила исправить», так, что довольно сильное искребление позвоночника, если человек расслаблен, так, и на него не давит вес тела, они расправляются. Ну, абсолютный, конечно, там, прям, с искривлениями грудной клетки всего это уже не расслабится, но расслабляется весьма неплохо. Но стоит человеку встать и давит вес на позвоночник, и тот подгибается либо вперед, либо вбок, либо у кого какие проблемы. Так что висение на турнике, как и мне оно ничего не давало, так оно и никому другому ничего не даст. Когда висишь, ты прямой, ты растянутый, да, а когда встал, ты оп, и согнулся, все. Я все время ходил такой согнутый. Выпрямиться могу? Могу. То есть каких-то искривлений, которые бы мне мешали, не было. Могу выпрямиться. А только забыл про это, так, прошел пять метров уже, и уже иду дальше вот так. Все время сатулыбил. Почему? Тут надо перейти еще к одной легенде, это если накачанные у человека мышцы спины, накачать спину, то человек будет прямой. Он будет все время попрямлен за счет того, что у него накачана спина. Мол, сутулится человек, так, потому что у него спина слабенькая. Вот она, бедная спина, не имеет силы удержать, и вот он сутулится, так. Вот. А надо спину накачать. Что тут скажу? Опять же, собственный пример. В школе много подтягивался на турнике, соответственно, у меня вот эти крылья были накачаны, так и другие мышцы спины. Потом в институте весьма увлекся становой тягой. Вот, соответственно, спина была еще более накачанная. И сутулый был полным ходом, все время сутулился. Так что уже что-то не то с этой логикой. Так что накачай спину и сутулиться не будешь. Тут что? Мышцам спины, конечно, определенный тонус нужен. Если в них совсем нет тонуса, вот совершенно нет силы, так, то они, конечно, будут сгибаться. Позвоночник будет сгибаться. Вот. Но обычно сутулость, это же какие отделы позвоночника? Верхний отдел. Верхний отдел. Шейно-грудной отдел. На шейно-грудной отдел не ложится такая уж большая нагрузка, так, как, например, на поясничный. Поясничные позвонки, они вот такие толщиной. Шейные, они уже узенькие и тоненькие. Почему? Потому что особой нагрузки нет на эти отделы. Она есть, но не такая уж большая, чтобы прям под собственным весом тела, без всяких там мешков, ведер и уже сгибаться. Вот. Поэтому тонус, конечно, должен быть, так. Это уже мы говорили про депрессию, так, что если тонуса нет, то человек сгибается. Но вот накачанные мышцы должны быть не те. Так вот, как раз в школе отжимания от пола я практически никогда не отжимался. Ну, скажут на физкультуре 20 раз отжаться, отожмусь. Это я максимум, что мог отжаться вот так на ладошках 20 раз, еле-еле. Пацаны у нас в классе по 40-50 выжимались, 20 у них было как здрасте. Я не отжимался. И грудных мышц у меня не было совершенно. Я был здесь совершенно плоский. Спина, да, спина была накачана, как на меня, тогдашнего, на то моё телосложение и рост. Спина была довольно накачанной, а грудных мышц не было. И вот тут мы доходим до сути. Так, очень многие сутулятся, так, их тянет согнуться, просто тянет. Так, они могут выпрямиться, они не смотрят под ноги, никому не сгибаются. Но вот им комфортнее быть согнутым, комфортнее так ходить с сутуленным, чем прямым. Это из-за соотношения грудных мышц и мышц спины. Ну, тут как бы надо показать немножко. Давайте посмотрим. Так, вот обычная мужская фигура. И если встать сбоку, мы имеем грудные мышцы, так, мы имеем мышцы спины. Там трапециевидные, межлопаточные, ну, различные, различные мышцы спины. А теперь обращаем внимание на плечо. Плечо-то у нас, оно подвижное. Оно может двигаться вперед, назад, вместе с лопатками. Плечо весьма подвижная вещь. Что происходит с плечом, если оно спереди? Если плечи спереди. Что происходит? Ну, автоматически человек сутулится, правда? Сложно очень плечо вывести вперед, так, и при этом выпрямить, выпрямить позвоночник. Это весьма сложно. Когда плечи вперед, очень хорошо согнутся. Когда плечи назад, так автоматически человек выпрямляется. Как вывести плечи назад и согнуться при этом? Это уже прямо аж больно на позвоночник, если так делать. То есть плечо к сутулости напрямую привязано. Если плечи кпереди, значит человек сутулится. Если плечи кзади, человек автоматом выпрямляется. Это мы говорим о сутулости, не о том, как там какие-то прям деформированные уже по-настоящему позвонки, кифоскалиозы. Это уже сложный более вариант. Мы говорим просто про сутулость. Если плечи спереди, человек уком согнется. Теперь, когда плечи будут спереди? Когда много мышц спины? Или когда грудные мышцы? Здесь просто попытаемся свести плечи вперед. Все, вот эти грудные мышцы начинают мешать. Ты не можешь плечи вперед вывести. Тебе здесь мешает сильно. И все, что ты будешь делать, поднимать где-то руки, все, тебе грудные мышцы начинают мешать. На карате, помню, это была мне проблема. Вот так все время дыхальник прикрыть. Я не мог одной рукой еще как-то, двумя никак. Грудные мышцы мешают. Мешают не можешь вот так сделать. Это один момент. Второй момент, так, насчет мышц спины. Стоит отвести плечи назад, напрягаются мышцы спины. Так, трапеция, там, межлопаточные, различные мышцы сразу напрягаются и начинают мешать. Так, и они мешают тебе выпрямиться. Поэтому, где будут плечи? Если грудных мышц мало, так, плоская грудь, а спина накачана, так, относительно груди, так, то что плечи будут вперед. А если плечи вперед, что человек делает? Сутулится. Ему будет комфортно, ему комфортно будет вот так ходить. Ему все время надо будет напоминать, выпрямляйся. Он выпрямится, ему как-то некомфортно. Почему плечи пошли назад, мышцы спины начинают мешать. Если же наоборот, грудные мышцы раскачаны, так, а мышцы спины лишь чуть-чуть там подкачаны, или вообще не качаются, так, или их мало, так, то плечи куда пойдут? Если грудные мышцы большие, а мышц спины нет, так, плечи пойдут назад. Так будет удобнее. Сзади им ничего не мешает, спереди мешают грудные мышцы. А человек автоматически выпрямляется. И это не просто теория. Это я в свое время в институте, когда уже занялся отжиманием от пола, понял, что я дохляк, и начал отжиматься. Когда я уже где-то 50-60 раз на кулачках отжимался, я просутулась не думал. Я это делал чисто ради самих отжиманий. Да, я уже 50-60 раз вот так на кулачках до касания грудью выжимался. Я заметил, что что это? А что это я иду? О, так, что это я иду? Всегда я шел, мне вот так было хорошо. А тут я так иду. Заметил. Попробовал сутулиться. Нет, мне уже плохо. Раньше мне вот так было хорошо. А тут попробовал сутулиться. Нет, мне плохо. Вот так мне хорошо. А вот так мне плохо. Я заметил, что меня как бы выпрямляет. Почему? Я вам рассказал про вот это соотношение грудных мышц и мышц спины. Так что, хотите избавиться от сутулости, качайте грудные мышцы. И не слишком перекачивайте мышцы спины. Естественно, в тонусе их держать, там, что-то там качаться, конечно, надо. Но в первую часть проакцентируйте на грудные мышцы. Вот это отжимания, это жим штанги лежа. Собственно, я больше ничего не делаю. Только жим штанги лежа. Иногда раз в неделю, раз в две. И, ну, у меня еще и спина, конечно, подкачана. Но, так что я не такой уж прямой идеально. Но той сутулости, которая у меня в детстве была. Я сейчас хотел бы, но я так не смогу ходить. Ну, что мне так ходить? Мне плохо так. Мне так плохо. А вот так, да, более-менее нормально. Вот это мне нормальное положение. А так, а я не могу, не дает. Так что, надеюсь, насчет причин сутулости я объяснил. Ну, и что делать, если у вас сутулость? Я надеюсь, это тоже понятно. Занимайтесь, будьте в хорошем настроении. Не смотрите себе все время только под ноги. Не ходите, согнувшись по каким-то другим причинам. И все будет хорошо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok